Да, коллеги, я тогда начну. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рады, что у нас сегодня полный аншлаг 100 участников. Надеемся, что встреча для всех будет очень полезной и нужной. Меня зовут Фанакина Марина, я являюсь исполнительным директором Общероссийского конгресса муниципальных образований. И, как вы все знаете из анонса, сегодняшняя наша встреча будет посвящена опыту эффективного существования в очень сжатых карантинных условиях и опыту преодоления последствий карантина в городском округе Богданович Свердловской области. Глава городского округа Павел Александрович Мартьянов согласился с нами поделиться своим опытом, а действительно, коллеги, есть чем поделиться, потому что мы знаем с вами, что в городе удалось сохранить малый и средний бизнес, при этом не допустить роста заражений коронавирусом. Удалось в очень сжатые сроки перевести торговые точки в онлайн формат, обеспечить жителей средствами индивидуальной защиты. И ОСИ, например, опыт города, городского округа Богданович отнес как пример нового уровня отношений формата без власти, бизнеса и общества. Павел Александрович, я думаю, что все участники встречи со мной согласятся, что очевидно, что такой организационный эффект удалось достичь не вот одномоментно именно сейчас в условиях коронавируса, а работа такая складывалась и не один год. Ведь для того, чтобы городская система так работала, в этом случае я имею в виду и местную власть, и бизнес, и население, нужно, чтобы в городе между этими структурами был большой уровень взаимного доверия и большое взаимное уважение. Как говорят, что в критической ситуации человек не поднимается до уровня своих ожиданий, он опускается до уровня своей подготовки. Мы видим, что в городе Богданович с подготовкой было все как надо. И, Павел Александрович, было бы очень интересно узнать, каким образом строилась работа с бизнесом, обратная связь с местным населением, какие инструменты использовались, может быть, какие-то технологические приемы. Это все очень интересно было бы узнать не только мне, но уверена, что всем присутствующим здесь коллегам. Андрей, передаю тебе слово. Ну, у нас, видимо, Андрей. Спасибо, Марин. Спасибо. Я надеюсь… Да, я слышу, слышу. Да, давайте попробуем, Павел. Да, Андрей, я слышу. Вот с самого начала расскажите, что вот… Слышите, да? Хорошо. Как началось, как тут, собственно, было… С чего началось, какие самые изначальные меры вы приняли для снижения? У вас очень небольшой уровень, при том, что уровень зараженных, при том, что вы находитесь недалеко от аэропорта, у вас федеральная трасса по 20 тысяч, да, трафик в день машины, соответственно, у вас недалеко аэропорт. Что вы сделали первоначально с тем, чтобы снизить зараженность и чтобы сохранить бизнес? И вот просто будем последовательно идти по вашим действиям и по текущему моменту и в будущем. Вот расскажите, пожалуйста. Можно демонстрировать? Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность представить наш скромный опыт по достижению целей. Ну, на самом деле, когда вся история началась, она у нас началась, там, к счастью или, к сожалению, чуть раньше, чем для всей России, потому что к нам впервые о коронавирусе мы узнали 6 февраля текущего года, когда к нам приехала первая группа китайских товарищей для работы на территории городского округа Богданович. Тогда мы узнали вплотную, что такое провинция Ухань, что такое коронавирус. И, собственно, оттуда начали формироваться первые решения и первое взаимодействие с людьми. И в результате, вот я давайте сейчас скажу, что по факту работы вот с февраля по текущую дату у нас, если это можно выразить в четырех там постулатах, получилось. Самый важный и самый нулевой постулат, можно сказать, это основа основ, о чем уже, собственно, Марина говорила вначале, это, конечно же, доверие. И оно за один день не формируется, это доверие. И когда появляется доверие со стороны всех заинтересантов, это и МСП, это и граждане, это и команда, это и крупный бизнес и все остальные, тогда появляется вот этот вот эффект совместной работы. Следующим постулатом, который у нас в результате работы совместно получился, это, конечно же, кооперация и возможность работы, как ни странно, как это бы не пафосно звучало, работы на благо жителей и 24 на 7. То есть это круглые сутки, ты в режиме онлайн по факту. И это доказала история, которая на сегодняшний день, она так или иначе приводит к высокому слову доверия между всеми уровнями. Ну и то, что ситуация сегодняшняя показала, на самом деле, это увеличение скорости реагирования на текущие ситуации, на те запросы и на те вызовы, которые текущая ситуация бросает нам для решения вопросов. И снижение цепочки контактов между запросом и реализацией задачи, которая в результате должна быть решена от простых граждан. Ну и самое важное для муниципалитета, это, конечно же, это простые решения без денег, которые приводят к максимальному эффекту для текущей ситуации. Ну а теперь то, с чем мы, собственно, как мы это все реализовывали. Да, конечно, я... Что конкретно? Что конкретно именно сделали? Да, да, да. Значит, смотрите, конечно, на пустом месте ничего не рождается. И тут, поддерживая слова Марины, можно сказать о том, что у нас была создана благодатная почва, если смотреть применительно к малому предпринимательству, это три направления. Первое, это совет, был давно уже создан, совет по малому и среднему предпринимательству городского округа Богданович, куда входили мелкий и средний бизнес, совет директоров больших промышленных предприятий, которые также присутствуют на территории городского округа Богданович, и Богдановичский фонд поддержки предпринимательства. То есть вот эти три основных направления, все, что касается бизнеса, они, собственно, работали в очном формате режима. Как только появились ограничения, а в Свердловской области и в городе Богданович, они появились, начиная с первого указа губернатора номер 100 от 18 марта, у нас появился новый запрос. То есть как только нас ограничили в очном общении, мы сразу же были вынуждены перейти на интернет-общение, и это дало интересный эффект на самом деле. Совет по малому и среднему предпринимательству в нашем городском округе состоит, на тот момент состоял из 23 очных членов. Они там выбираются с определенной процедуры, но как только мы перешли в режим интернет-работы, заводчинной работы, что мы получили? Мы получили на сегодняшний день у нас три дополнительных работающих чата. Это чат с предпринимателем по направлениям, куда включены, я включен как глава, заместитель главы по экономике, плюс представители фонда поддержки предпринимательства, плюс представители совета директоров и те активные предприниматели, которые действуют, малые и средние предприниматели, которые действуют на территории городского округа Богданович. И что мы столкнулись? Мы столкнулись с ограничением, электронным ограничением, то есть в WhatsApp больше, чем 267 не получается подключить, а у нас субъектов малого и среднего предпринимательства насчитывается порядка там 1400 единиц, и мы столкнулись с тем, что нам пришлось создать, перейти на другую платформу и использовать не только WhatsApp, но и Telegram. И мы стали работать по нескольким направлениям, то есть это WhatsApp, Telegram и еще Skype конференции. Ну и уникальная платформа Zoom, которая позволяет общаться в режиме дистанционно-очного присутствия, это, конечно же, площадка Zoom и Skype. Это как бы первое направление. И тут, конечно, бы опять же хотелось вернуться к тому, что активный и сильно работающий совет по малому и среднему предпринимательству, да, он не всегда удобен для власти, я для себя говорю. Когда они задают прямые, неудобные вопросы, их приходится решать очень быстро и мгновенно. Поэтому, собственно, и получилось у нас такое взаимодействие. И вот сейчас я, наверное, подключу экран, в результате у нас получилось, что мы, как только появились первые ограничения, для того, чтобы бизнес мог работать в условиях первых ограничений, то есть запрещена была очная торговля, мы предложили быстрое и дешевое решение, то есть мы создали Google-таблицу, в которой предприниматели могли, малое и среднее предпринимательство, могли отразить свои возможности и дальше, используя все доступные технологии, это и такси, то есть наши транспортные предприниматели, это и предприниматели, которым разрешился работать только на вынос, могли уже, используя интернет-механизмы, продолжать условно работать, пусть в таком формате, но работать, это самое важное. И здесь, если сейчас подключить экран... Давайте посмотрим, да. Давайте посмотрим. Ну, я вот в последний месяц встречался с тем, что многие организуют платформы, ну, вот Топкинский район, совсем недавно мы разговаривали, в Кемеровской области, но вот у них небольшое количество, а вам сколько удалось туда подключить? Ну, у нас перешло туда больше 200 предпринимателей, это вот как бы вот первые наброски, то, что я... Это принт-скринт с нашей платформы ВКонтакте, вот видите, что здесь были поделены уже по подборкам, то есть для женщин, для детей, магазины товаров, и пошли уже, то есть те предпринимательские сообщества, которые представляют свои товары, и они могли уже быть отображены здесь, и электронно взаимодействовать. То есть это просто первый вариант, который мы показали. Дальше, следующий этапом, мы одни из первых, да, наверное, пожалуй, первые, в Свердловской области предложили на областном штабе для того, чтобы загрузить наших предпринимателей, которые занимаются швейным производством, мы наладили производство многоразовых масок как элемент одежды, не как элемент для медицинской маски. То есть мы нашли некую технологическую возможность, чтобы, первое, загрузить наших предпринимателей, и вот я могу сейчас даже вам включить ролик, то, что мы сняли, вы посмотрите на дату, то есть 7 апреля. Давайте. Мы с 28-го вышли практически на полную изоляцию по предпринимателям, а 7 апреля мы уже снимаем ролик, как это реально работает у нас в городском округе Богданович. Так, сейчас, минуточку. Это новостной ролик, который демонстрировался по телевидению, правильно понимаю? Слышите? Нормально? Да, да, да. Звука нет. А, звук ролика, ну... Так, сейчас. Да, звука нет, звука нет ролика. Ну, пускай хотя бы, да, и видеоряд пройдет, но, собственно, сам видеоряд ценен. Звук не слышал? Вы тем самым уже в начале апреля обеспечили наличие масок. Звука не слышно. А давайте я попробую добавить звук, может быть, вы через мои колонки услышите. Давайте, давайте. Давайте. Нет, звука не слышно. Ну, все равно интересно и видно, что здесь, по-моему, Павел рассказывал, три или четыре производства включилось. Давайте я так подключил. Если было не слышно, давайте, что вы видели. То, о чем говорилось в ролике, на самом деле. Ролик говорит о том, что буквально на четвертый день выхода в режим самоизоляции, производство масок достигло у четырех предпринимателей порядка четырех тысяч единиц в день. Я уже не говорю про промышленные предприятия, которые сами на своих площадках стали обеспечивать средствами индивидуальной защиты для своих работников. А это еще порядка пяти тысяч работающих ежедневно в режиме реального времени. Поэтому практически в течение первой недели мы ажиотажный спрос по маскам сократили. При этом я не знаю, сколько у коллег стоят маски. У нас была условно согласованная цена маски не дороже 50 рублей для многоразового использования маски. И это практически на четвертый день введения самоизоляции. То есть вот это реальный результат. На сегодняшний день маски шьют порядка семи-восьми предпринимателей уже, но их там чуть больше, чуть меньше. И общий объем производства достигает уже порядка семи-восьми тысяч в день этих масок. Это вот такой вот реальный результат. Вы их экспортируете? Вы их выводите и обеспечите другие муниципалитеты? У нас был опыт на второй неделе изоляции, когда ко мне обратился наш муниципалитет, соседний коллега из нашего округа, и спросил, а они закрытое территориальное образование военных? Он спросил, слушай, помоги, пожалуйста, не могу обеспечить масками. Я говорю, у меня есть маски, готов там связать, дал контакты, и он напрямую приобрел эти маски для обеспечения безопасности своих сотрудников, в том числе полиции и тех, кто работает в режиме реального контакта с гражданами. То есть вот такой механизм был налажен. То есть мы помогли нескольким муниципалитетам, дали возможность обеспечить хотя бы оперативный штаб муниципалитета для работы в таких новых условиях. Это вот все, что получилось. Ну и возвращаясь дальше к работе совета. Самое важное, чтобы совет был, главное, активный, и чтобы, собственно, от слов переходили к делу. То есть в чем это выявилось у нас на сегодняшний день? В результате взаимодействия в режиме реального времени через WhatsApp, через Telegram, мы поняли, что у нас есть большая потребность, чтобы в этом WhatsApp работал представитель Роспотребнадзора. И мы договорились о том, что представитель нашего территориального Роспотребнадзора, руководитель, был подключен к этому WhatsApp и Telegram. И в режиме реального времени, во-первых, он давал четкие комментарии тех нормативных документов и указов губернатора, которые выходили, те требования Роспотребнадзора, которые обновляли постоянно, чтобы можно было их транслировать для предпринимательского сообщества, чтобы самая главная наша задача, которая была поставлена перед всеми надзорными органами. Это предупреждение и разъяснение требований, чтобы не допустить наказания предпринимателей, и чтобы они могли работать. Второй постулат – это безопасность, чтобы не было заражения. И эта идея, она была хороша, и у нас в итоге получились лидеры, конечно, которые стали первыми в реализации требований Роспотребнадзора, и те люди, которые досконально изучили это все и лучшие практики применения требований именно в субъектах малого и среднего предпринимательства. И эта идея у нас трансформировалась, мы назвали ее «амбассадоры бизнеса», так красиво для себя. Это те люди, которые имеют лучшие практики применения, реализации требований Роспотребнадзора в субъектах малого и среднего предпринимательства. И сейчас я вам тоже подключу экран и немножко покомментирую. Они… Получилось так, что через наставничество еще одно направление появилось – это отраслевое направление малого и среднего предпринимательства. То есть я сейчас переключу экран и начну немножко вам комментировать. Да. Павел, пока вы включаете экран, интересно. Вы прям говорите, а вот это мы делали в начале апреля, а вот это еще в конце мало. То есть примерно, чтобы хронологию мы постепенно двигались вот к тому, что сейчас делаете, да? Вот. Амбассадоры бизнеса фактически помогали другим бизнесам развиваться по своим направлениям. Да, вижу экран, пошел. Видите экран, да? Вот у нас пошло… То есть мы составили по направлениям деятельности, мы составили, собственно, кто есть кто. То есть составили списки. Началось там самое простое, то есть общее количество там аптеки и так далее, и так далее. И в итоге, когда мы дошли до всего, мы создали так называемое, самое простое – это чек-листы для того, чтобы для проведения контроля, соблюдения мер профилактики по конкретным направлениям. Это просто как один из примеров того, как это получилось у нас. Вы видите, то есть были переписаны все те требования, которые установлены, и для того, чтобы можно было работать конкретному направлению малого и среднего предпринимательства. С одной стороны, вроде бы как ничего нового, но когда это в одном документе, и он в режиме реального времени дополняется, либо убирается этими людьми, и когда, собственно, сами предприниматели с этими чек-листами вышли к своим же предпринимателям и были приятно удивлены тем, как свои коллеги же не исполняют те требования, которые предъявляет Роспотребнадзор. И задача-то была как раз для того, чтобы вот посредством этих чек-листов самое главное – сохранить безопасность работы, ну и если появляется желание работать, чтобы люди понимали, что и как нужно делать. И здесь вот сами предприниматели на своем доходчивом языке рассказывали друг другу, как это было. Потом появились новые требования, что велось ограничение по приезду жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это было где-то, наверное, в конце апреля, это требование. И это требование мы дополнительно внесли для того, чтобы можно было контролировать. Но с чем мы опять столкнулись? С учетом того, что мы уникальный город и находимся на перекрестке двух дорог. Одна из них – это федеральная трасса, вторая, которая соединяет восток с западом, и Транссибирская магистраль. Ну и еще одно – это аэропорт Кольцова. Если по аэропорту движение практически было приостановлено, то приезд людей через железнодорожный транспорт был тоже упорядочен, и мы тут планово отрабатывали на железной дороге, чтобы понимать, кто приезжает. То федеральная трасса, она на самом деле вносит свой колорит и дополнительные возможности завоза инфекций. И здесь была четкая отработка с малым и средним предпринимательством, которое находится вдоль федеральной трассы. То есть понятно, что дальнобойщикам где-то нужно кушать, где-то нужно останавливаться, заправляться, в том числе, если их требование по предмущению уже прекратилось. Поэтому здесь наша задача была дополнительные, более жесткие требования к придорожному сервису применить для того, чтобы, самое главное, не завести извне внешнюю историю по заражению. Почему для нас это важно? И, может быть, этот опыт будет интересен для муниципалитетов, в которых проходят крупные региональные дороги, либо также федеральные трассы. Потому что через Богданович ежедневно на сегодняшний день уже поезжает порядка 20 тысяч единиц разного вида транспорта. Начиная от дальнобойщиков, заканчивая просто простыми людьми, которые перемещаются внутри России. Это важно. И здесь, когда мы остановили источник завоза через аэропорт и железную дорогу, то федералка, она осталась как основным точкой ввоза инфекций. Поэтому это было важно. Ну, и дальше мы продолжали уже взаимодействовать. Это как бы была налаженная история для того, чтобы поддерживать и говорить, как правильно себя вести. Ну, и те все федеральные истории, которые на сегодняшний момент работали, а это где-то, наверное, третья или четвертая неделя карантина, то есть это где-то, наверное, конец третьей декады апреля. Наш фонд поддержки предпринимательства через вебинары, которые подключали его через все чаты, которые существуют на сегодняшний день. Были вебинары нашего областного фонда поддержки предпринимательства в части сопровождения нашего малого и среднего предпринимательства по возможности получения льготного кредитования. Плюс те электронные конференции по юристам, по финансистам, которые подсказывали, как правильно платить заработную плату, как смотреть на все остальные истории. И тут огромное спасибо федеральным историям, с которыми работал наш фонд поддержки предпринимательства. Это, конечно же, агентство стратегических инициатив, наш областной фонд поддержки предпринимательства. Частично несколько вебинаров было со стороны торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Ну и, естественно, мы использовали бизнес-барометр страны, который показывал о текущей ситуации в стране. Что еще интересного в результате работы выяснилось? Как только мы уже говорили о том, что на самом деле самый важный критерий, который мы для себя отметили в результате работы, это, конечно, доверие командой и взаимодействия. И были приятно удивлены, когда меценатство и поддержка со стороны предпринимателей по отношению к тем людям, которые на передовой, а это наши врачи, перешло на первый план. И у нас мы столкнулись впервые с историей, когда, например, был выявлен подозрительный случай по COVID-19 в нашей больнице, и два отделения больницы, районной больницы были просто закрыты. То есть два здания были просто закрыты. И врачи, в количестве 67 врачей, и порядка 52 пациентов прямо находились в течение нескольких дней до исключения, до получения анализов. То есть порядка 130 человек находились одномоментно в течение, по-моему, 10 дней в больнице. И здесь наши меценаты, то есть наши предприниматели помогали им помимо не только продуктами питания, сверх той установленной нормы питания, но и еще и там было дополнительное молочное питание со стороны наших предпринимателей компании Молочный Кит. Предприниматели, которые занимаются фруктами, помогали фруктами. Два из предпринимателей представили телевизор для того, чтобы мы могли поддержать. Мы придумали такую... Можно вопрос? Вопрос Да-да-да, Андрей. Слушаю, Андрей. Видимо, Андрей снова вышел, вылетел из эфира, неустойчивая интернет-связь. Да, видимо. Видимо, Андрей, ты с нами? Андрей. Прощай, вот у меня такой вопрос. Мы сейчас описываем ситуацию, вот какая она была, в общем-то, такой образ достаточно полный возник, как была эта ситуация. Вы видите, в начале, в самом начале активной действия у нас работали, что у вас были оксидаты онлайн, которые не максимально обратились в реальную крепень, не рекомендовали, то вы изолировали трассу действительно учли, кто откуда может прийти, эпидемия. Это важно. А вот что сейчас, когда потихонечку вы действительно выходите из карантина, вот что сейчас происходит, насколько площадка начинает работать, как механизм ее работает. андрей, я понял вопрос, вот используя те наши чаты и те электронные площадки, которые мы для себя создали дополнительно, практически на третьей неделе мы уже начали думать о том, что рано или поздно эта история начнет выходить в пазу завершения и нужно думать уже о будущем. Поэтому через эту же площадку, через Google таблицы мы принимали предложения от предпринимателей для смягчения режимов и для поэтапного выхода уже из ситуации. И было подготовлено дважды письмо на губернатора в областной штаб о том, чтобы была возможность разрешить работать торговым центром с учетом того, что у нас работа в торговых центрах была, если это не относится к продуктам питания, остановлена. Поэтому эту площадку мы использовали как сбор предложений, подготовку и выработки совместных решений для трансляции на областной уровень. И в том числе, если меры поддержки отдельным категориям были со стороны Российской Федерации определены, то мы использовали эту площадку в том числе как меры в отдельное направление у нас вырисовала ситуацию по показанию мер поддержки те, которые мы можем на уровне муниципалитета. И на сегодняшний день при совместной работе с нашим фондом поддержки предпринимательства, нашим советом малым и средним предпринимательством мы подготовили проект нескольких документов для рассмотрения на ближайшей думе городского округа о мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Да, мы четко для себя понимаем, что с одной стороны это поддержка предпринимательства, с другой стороны это снижение налоговых поступлений в бюджет муниципалитета. Поэтому мы, мягко говоря, не очень торопимся с этим для того, чтобы понять, насколько проблемно это будет для нас в будущих периодах, потому что нам важно здесь еще и выполнить те социальные обязательства, которые мы взяли, приняв бюджет с текущего года. Если я ответил на вопрос, Андрей, то... Да, спасибо. К сожалению, интернет дает сбои. Очень хорошо то, что вы делаете, тем более вот эти именно электронные средства используют. Марин, да, вопрос? Да, у меня два вопроса. первое, вот Андрей уже начал говорить про электронные средства. Павел, как вы думаете, требуются ли какие-то законодательные решения для эффективной дистанционной работы? Может быть, вы с какими-то проблемами столкнулись? Да, да. Конечно, Марин, мы, когда начали работать, мы столкнулись с определенной ситуацией. Я думаю, что коллеги, наверное, примерно с этим столкнулись, что на сегодняшний день действующее законодательство не совсем позволяет вести полноценную административную работу удаленно. То есть это все, что касается земельных отношений, где нужны публичные слушания, где нужны различного рода голосования, нужно как минимум нормативно предусмотреть эту возможность работы при определенных условиях. То есть если вводится режим пандемии, то тогда, например, тоже заседание Думы, почему бы нельзя проводить очно-дистанционно, но это нужно предусматривать, либо рассматривать механизм внесения в соответствующие федеральные законы таких возможностей, если это как бы ну конечно не хотелось бы планировать, что в будущих периодах у нас будут ограничения по работе, но возможность такую предусмотреть, почему бы и нет. Это как бы первое касается. Ну и все те возможности, где требуется очное присутствие, зачастую оно на сегодняшний день не работает, потому что у нас было введено ограничение по количеству находящихся одномоментно, то есть и площадь помещения, и количество людей, но вот здесь механизм, то что мы сейчас с вами и уникальная возможность зум-конференции, которая позволяет нам собрать практически всю Россию и проговаривать те вопросы. Это по факту очная, но дистанционная работа, то есть предусмотреть новый формат работы очно-дистанционный. Такого формата, я думаю, что законодательно пока нигде не предусмотрен. То есть это вот уже федеральная история, которая была бы нужна для того, чтобы ее можно было транслировать дальше. Да, да, действительно. Вот это практически коррективы нужны, да? Да, конечно. То есть мы столкнулись с этой историей, что нужны федеральные возможности очно-дистанционной работы. У меня вопрос есть, он касается доходной части бюджета уже естественно для всех очевидно, что будет большой объем выпадающих доходов, в том числе местных бюджетов. Как вы полагаете, просто порассуждать, здесь какие меры поддержки могут быть со стороны федерации, регионов для муниципальных образований, чтобы как-то муниципалитеты поддержать, потому что мы видим, что муниципалитеты не только в данном случае Свердловской области, а вообще всей страны максимально подключились ко всем мероприятиям, и все они финансово затратны. Как вы думаете, что можно предложить, что мог бы предложить регионы, что могла бы предложить федерация помощь муниципалитетам? Вот смотрите, Марин, мы уже обсуждали эту историю и с предпринимателем, и было дано поручение своим заместителям для того, чтобы проработать. У нас с вами есть федеральные программы, федеральные истории, все, что касается национальных проектов. Для примера возьмем национальный проект Культура, там установлены определенные критерии и показатели. На сегодняшний день с учетом того, что Культура работает вся дистанционно, механизм корректировки показателей тоже должен как-то присутствовать. И в связи с тем, что введено такое понятие, как платное мероприятие, есть необходимость вот эти вот выпадающие доходы за период дистанционной работы, когда люди по факту деньги не платили, они эти выпадающие доходы получаются. И здесь важно, чтобы вот эта история по выпадающим доходам, ну, культура как пример просто, потому что дальше за ним стоит спорт, за ним стоит образование в меньшей сфере, но вот спорт и культура с выпадающими доходами, она интересна. И еще здесь есть определенное опасение о том, что сфера ЖКХ в этой истории пострадает достаточно серьезно в части того, что есть ограничения на пение и штрафы, которые позволяют, ну, грубо скажу, не платить своевременно за поставленные коммунальные услуги. А сейчас это будущие периоды, мы говорим с вами, это подготовка к новому отопительному сезону, это как раз те ремонтные работы, на которые нужны реальные деньги, потому что, к сожалению, без денег крайне мало что происходит. И поэтому вот эта история, она важна в том числе и в коммуналке, если там переходить на отдельные отрасли. Не хотелось бы сейчас уходить в экономику, потому что на самом деле это можно быть посвящена там отдельная конференция, и мы для себя уже аккуратно оцениваем, что там доля выпадающих расходов при условии, что нам практически удалось сохранить количество рабочих мест, мы оцениваем порядком аккуратно 25 до 30 процентов. Поэтому эта история непростая на самом деле. И вот эти выпадающие доходы, тут, конечно, без государственного регулирования, скорее всего, дотационные регионы будут крайне зависимы от этого. и чтобы не наращивать социальную историю, нужно об этом уже говорить сейчас и при выходе уже формировать возможности. При этом еще надо не забывать о том, что принимая решения, у нас ведь действующие другие федеральные законы, такие как трудовой кодекс, как бюджетный кодекс, процессы, это ведь эти не отменены и не отрегулированы, и к ним нужно тоже с осторожностью подходить, потому что для того, чтобы дальше не получить проблему со стороны других надзорных ведомств в части исполнения и бюджетных обязательств, и трудового кодекса в отношении тех работников, которые на сегодняшний день живут в историях условно ограничений, в историях дистанционной работы. То есть вот этот механизм, я думаю, что в трудовом кодексе он должен, он как никогда остро опять же возникает вопрос приведения в соответствии действующего трудового кодекса новым условиям, с которыми мы работаем. Вот к чему мы потихонечку приходим. Это в том числе и те формы занятости, о которых мы говорим, но они не отрегулированы на сегодняшний день трудовыми законодательствами. Это и самозанятые, и фрилансеры, и так далее, и так далее. То есть можно об этом тоже много говорить. вы очень правильно поступили, спасибо, вы очень правильно поступили, когда вы привели пример, работая с бизнесом, вы включили туда представителей Роспотребнадзора, и точно так же должны быть другие представители контролирующих органов, чтобы, собственно, не нарушить вот эти очень законодательные аспекты, чтобы действительно потихонечку их менять, но это, естественно, федеральный уровень в том числе и главный тут должен подключиться в регионале. А вот что сейчас происходит, и как вы планируете все-таки дальнейшие шаги? Вот, в мае часто. Конечно, заглядывать сложно, но вот что. Чему привел результат? Самый, конечно, показательный результат – это количество заболевших на нашей территории. То есть у нас на сегодняшний день проживает в муниципалитете порядка 46 тысяч жителей, и мы на сегодняшний день имеем всего лишь 10 заболевших. Если, для примера, взять, у нас Свердловская область делится на несколько округов, и вот мы находимся территориально в Южном управленческом округе, туда входит 14 муниципальных образований, и на сегодняшний день, несмотря на то, что мы входим в самую высокую группу риска и включены во все самые ограничительные мероприятия губернатора, мы имеем один из самых низких показателей по заболеваемости. Так, например, наши соседи, у них заболевших 24, 28, это по другим муниципалитетам. И здесь еще важно обращать внимание для коллег, с чем мы столкнулись, если там ситуация в регионах по-разному развивается, я прошу обратить внимание коллег на следующую историю. майские праздники показали, что если есть мегаполис, и от него люди едут в малые города, на дачи и на поселки, это дает сразу же в сплет. Потому что после майских праздников показало, что история безответственного отношения к тем указам, которые Роспотребнадзор издает, дает дополнительный сплет. Так, один из самых ярких примеров, сын приехал к маме возрастной и заразил маму. И получилось так, что и сын в итоге заболел, лежит в больнице, и мама лежит в больнице. Вот к чему приводит наша безответственность. К этому можно как угодно относиться, это факты, про которых не говорить, это я считаю, что нельзя. Поэтому я прошу обратить внимание, если есть такая возможность, к сожалению, многие указы Роспотребнадзора написаны смертями людей, поэтому к ним нужно относиться с пониманием. Да, они непростые, да, они затратные, но лучше работать с повышенными затратами, чем не работать совсем, потому как мы доходчиво разговариваем с бизнесом просто. Если ты не хочешь выполнять, то следующий шаг приостановления деятельности на 90 суток и, собственно, выбирай сам. Либо ты соответствуешь требованиям и работаешь с условием дополнительных затрат, либо ты не соответствуешь требованиям и тогда мы вынуждены тебя закрыть для того, чтобы обеспечить безопасность других. Вот наш подход. При этом мы не гонимся за протоколами административных правонарушений. Мы не гонимся за количеством наказавших. У нас нет такой задачи, мы ее никогда не ставили перед надзорниками. Вот наш подход был. Предупреждение нарушений непосредственно. Вот вы говорили еще раз, когда мы общались, что вы с сетями работали. А, да, Мария. А, ну вот еще раз один из направлений это, конечно, зум-конференции. Это большое спасение и мы провели с малым и средним предпринимательством несколько конференций и по запросу, кстати, предпринимателей. То есть мы им четко рассказывали, на что обращать внимание, что работает, что не работает, что важно, что не важно. И очень тяжело работать с сетевиками. Но тут отдельное спасибо Ауле за взаимодействие с нашими сетевыми организациями. Мы провели отдельно конференцию, зум-конференцию с сетевиками, где сказали им о том, что они являются лакмусовой бумажкой для малого и среднего предпринимательства, который говорит, если они соблюдают или не соблюдают, то все остальные смотрят на них. И количество людей, посещающих сетевиков, в разы больше, чем количество людей, ну, либо как минимум соизмеримо от и того всем малым и средним предпринимательствам, которые приходят в магазины. Поэтому важно, чтобы они стали флагманами соблюдения требований Роспотребнадзора. И нам где-то к концу второй или третьей недели удалось найти четкого понимания и там все требования, которые были сделаны, были выполнены в полном объеме на сегодняшний день. Марина, у тебя вопрос был? Да, у меня и комментарий, и вопрос. Вот когда Павел сказал, что они перед контрольнадзорными органами в взаимодействии с ними никогда не ставили задачу работать по палочной системе. И мы видим, что действительно в этом случае контрольнадзорные органы по случаю Свердловской области работают исключительно на то, чтобы качество жизни людей повышалось во всех смыслах. И у меня вот есть такие вопросы по поводу малого бизнеса. Возникли ли сейчас в этот период карантина какие-то новые направления? Кто-то открыл, допустим, там ИП, исходя из тех новых задач, которые стоят сейчас перед городским округом? И Павел, вот вы для себя сделали какие-то новые управленческие или технологические выводы? В каких-то направлениях вы будете совершенствоваться, там по-другому работать, по-другому методам применять или что-то оставить так, как было? И вот в этом случае, да, как-то, ну, это, в общем, приложение вопроса, какие бы советы вы могли бы дать, там, условно, три совета своим коллегам муниципалам? Ну, давайте тогда с первого вопроса начнем. Новое направление, конечно, мы для себя, я для себя, как руководитель ставлю, это, я уже говорил, вот у нас получилось, как бы, четыре ключевых постулата, которые вырисовались. Это, в первую очередь, доверие команды и взаимопонимание, опять же, и здесь четко проявилось в результате работы в новых экономических условиях, не будем называть это некрасивое слово, как раз проявление команды и командного духа. То есть, если команда есть и она сформирована, там, формальная, неформальная, мы видим результат. Если команды нет, то, может, сколько угодно говорить, что мы там, мы команда, но, когда задаешь вопрос, кто мы, в ответ тишина. И для себя я ставлю задачу в будущих периодах, как руководитель, это, да, нам рекомендовано в определенный срок отвечать на запросы граждан. Но с чем мы столкнулись, например, и теперь мы работаем даже быстрее, чем областной штаб в части информирования граждан. То есть, здесь самая важная открытость и честность. То есть, если я знаю, что у меня уже подтвержденный случай на сегодняшний день со стороны требований, со стороны Роспотребнадзора, что этот случай у меня уже подтвержденный, я о нем говорю первый. Я не позволяю ботом говорить за меня в социальных сетях. И это важно. И это важно. И когда есть открытость и честность перед людьми, да, это непросто. Да, много честной ответной связи получаешь от жителей, от предпринимателей, от всего остального. Но я считаю, что жители должны знать правду. И когда они знают правду, во-первых, сложнее манипулировать информацией этой всей, ну и появляется уже ответственность за то, что ты говоришь в социальных сетях. Это как бы еще один постулак для себя. Ну и, конечно же, мы будем развивать электронные платформы для муниципалитета в том, для того, чтобы доступность стала более активной. Я для себя сделал четкую поправку о том, что у меня комитет по управлению муниципальным имуществом на сегодняшний день и архитектура не готовы работать в новых условиях. Это вот два вопроса, которые, опять же, ну, во-первых, это юридические ограничения с точки зрения публичности и всего остального. Это, видимо, посыл в будущее, который нужно будет нам совместно, может быть, урегулировать как-то на уровне федеральных историй. Но то, что получится сделать здесь, те доступные механизмы, которые позволят нам работать очно и электронно для того, чтобы в первую очередь сократить время на получение разрешения на строительство и для того, чтобы не остановить движение, в принципе, и промышленности, потому что мы столкнулись с тем, что, да, было ограничение по малому и среднему предпринимательству, но при этом промышленники у меня системообразующие, все работали, им нужно было строить, и чтобы строительный сезон не потерять, им нужно получать разрешение на строительство, это там иногда связано с публичными слушаниями, ну и так далее, и так далее, я там в тонкости выходить не буду. Поэтому здесь это важно и на это нужно обращать внимание. Ну, вот, там, Марина, вы меня простите, но давать советы это очень неблагодарное занятие на самом деле, потому что каждая территория уникальна. И здесь я обращаюсь к своим коллегам, вы все знаете лучше меня, что нужно делать. Поэтому самое важное, если есть команда и если есть желание, чтобы все работало, будет все работать. И на самом деле все зависит от готовности слышать те вопросы, которые задают люди. Потому что, да, мне было очень неудобно, когда мне там в 23.58 пишет предприниматель, у нас свет отключился и управляющая компания не реагирует. Приходится и даже в режиме такого времени отвечать и организовывать иногда ту работу, которая организована не совсем корректно с нашей стороны. Да, это наше упущение, но с этим надо жить. Но сейчас, когда есть четкая обратная связь, особенно в части социального обеспечения, жители с учетом новых посылов президента и много нового, то, что необходимо реализовывать в очень сжатые сроки, совместное электронное взаимодействие позволяет решать эти вопросы очень быстро. Чтобы не появлялось, самое главное, недовольных и чтобы выполнить те важные задачи, которые перед нами ставят, как бы это ни было пафосно, президент с точки зрения обеспечения жителей социальной защищенности. Павел, у нас вопрос поступил, да, его можно прочесть, вот, Татьяна Семенова, каким образом вас следует из зараженных, которые сидят на карантине, проводит ли, проверяет ли их кто-то на факт соблюдения режима. Вот этот вопрос и, наверное, что тоже основные участники задавали вопросы, вот, давайте с почином, второй вопрос тоже поступил. Андрей, давайте тогда я немножко прокомментирую по этому вопросу. Как только вся эта история у нас началась там в феврале месяце, мы, у нас был создан наш городской штаб и мы некую такую отчетную форму для себя придумали. Мне, наверное, быстро просто ее не переслать, у меня нет ее просто на компьютере, где как раз вот те все вопросы, которые регламентируются, количество зараженных, количество выявленных, местонахождение, волонтеры, сколько обращений было к волонтерам, сколько, то есть она там на четвертом, я вам ее потом перешлю для того, чтобы если коллегам кому-то заинтересуется. Ваш вопрос, кто отслеживает? Мы можем поделиться какими-то документами, мы можем поделиться какими-то документами, Павел, если что, вы пришлете Конгрессу, чтобы он сделал рассылку, чем можно поделиться? Я пришлю, это не секретный документ, он просто, мы его как бы из здравого смысла создали, это А4 формат, в котором мы видим режимы ситуации области, Россия и город. И плюс, тот вопрос, который вы задаете, у нас отслеживает Роспотребнадзор совместно с ОМВД, то есть если мы видим, что у нас есть проблема, город, это про город я говорю, но при этом есть уникальность, что у нас не только город, но и муниципальный район, куда входят 13 сельских территорий, где примерно проживает еще там 20, то есть если город 29, количество тысяч жителей, то район примерно еще 26 тысяч жителей. Соответственно, это 13 сельских поселений, там главы уже, зная практически своих жителей, ну, очень хорошо отслеживают, где кто должен находиться на самоизоляции. Ну и потом, деревни, они всегда, там, сельские территории, они всегда живут более дружно, и там, если сказали сидеть дома, не сидят дома, в отличие от крупных городов, а если в крупном городе сказали сидеть дома, то это ведь сказали не мне, а какому-то там соседу, и там, пусть, пусть меня поймают и расскажут, что я должен сидеть дома. Поэтому, к сожалению, в городе, да, были случаи нарушения, но, опять же, мы не составляли административных протоколов по нарушению, то есть мы дополнительно организовали работу и волонтеров, в том числе, для того, чтобы обеспечить 65+, и наш уникальный проект «Волонтеры культуры», когда мы на своем телевидении, которое частично финансируется за счет нашего бюджета, мы запустили программу поддержки «Сидим дома», «Лучше дома», и эта программа ежедневно с 8 до 9 вещает на городской округ, и количество просмотров в день составляет примерно там, по количеству абонентов, где-то примерно 15 тысяч абонентов на 45 тысяч жителей городского округа Багдановича, то есть вот примерно охват. Там мы доводим всю эту оперативную информацию, и там мы поддерживаем жителей, которые находятся дома на самоизоляции. Вот еще один вопрос к нам поступил, да, от Алексея Потапенко, относительно как организована работа в МСУ в удаленке, на удаленном режиме. Отчасти, вот сейчас чуть-чуть микрокомментарий, мы планируем как раз посвятить одну из следующих конференций в этой теме, но как это у вас организовано? Работа администрации на удаленке, ну, во-первых, как только мы вышли на режим удаленного, было указано губернаторам, что глава находится на работе, все профильные замы сидели у меня дома. Ежедневно у меня утренний день начинался со скайп-конференции. То есть 8.15 у нас была скайп-конференция, где каждому заму по направлениям были задачи с учетом текущей ситуации и с учетом тех полномочий, которые они выполняют по своим направлениям деятельности. То есть если коротко, то это скайп-конференция, но мне так удобнее просто с учетом этого. Плюс несколько у каждого из зама созданы свои конференции. То есть у профильного зама, который занимается сельскими территориями, у него конференция с сельскими территориями. У зама, который курирует образование, у нее конференция с образованием. У культуры с культурой, у спорта со спортом. То есть каждый из них дальше уже транслировал те задачи, которые необходимы для исполнения со своими коллегами. Один раз в неделю я разрешал приходить для того, чтобы те документы, которые нельзя дистанционно рассматривать, рассматривались на месте, с исключением входа посторонних. То есть посторонних, приема жителей не было. То есть первые три недели жители вообще не принимали. Сейчас для того, чтобы получить и были перенаправлены через многофункциональные центры, потому что многие услуги переданы через многофункциональные центры, и есть возможность дистанционно эту услугу оказать через МФЦ. То есть мы ушли в МФЦ плюс дистанционная работа. Андрей, ответил на вопрос или еще нужно прокомментировать? Ну, да. Андрей, тебя не слышно. Андрей, можно повторить вопрос? Не понял, абсолютно. Звук плывет. Да, вот видим, что Андрей снова вылетел из чата. Да, у него устойчивая интернет-связь. Коллеги, если есть еще у кого-то вопросы, вы пишите. Мы вот здесь видим, что Ольга Михайлова написала, что понравился чек-лист по работе с СНП, вышите для использования. Но я думаю, что Павел Александрович направлен, да, и мы всем разошлем по всем советам, а совет уже в свою очередь направит по своим муниципалитетам. И я, у нас, мы договаривались примерно на час, на нашу конференцию. Я думаю, что коллеги, если у вас по итогам нашей встречи будут еще какие-то вопросы, то вы их присылайте в Конгресс, и если понадобится, может быть, мы еще раз попросим Павла Александровича, чтобы он какие-то моменты прокомментировал. И я, наверное, уже в завершении хочу сказать, что... А нет, еще один вопрос есть. Каким образом вы поступили с торговыми объектами, магазинами, работники которого регулярно нарушают требования Роспотребнадзора? Нет маски на лице, отсутствие перчаток? Ну, вот смотрите, на самом деле, мы регулярно, несмотря на наши договоренности, информировали Роспотребнадзор о тех, кто не желает исполнять эти требования. Мы, Алла Николаевна, со ссылкой с отделом экономики, по результатам рейда, кто систематически не слышит обращения наши для исполнения, направляли в Роспотребнадзор с просьбой провести внеплановую проверку и составить административный протокол. Но тут лучше может Алла подсказать, сколько количества итогов протоколов по факту было составлено. Ну, это единицы, я сразу скажу, потому что, к сожалению, как бы ни ворчали, все-таки, когда пугаешь Роспотребнадзором и штрафами, а у нас они для МСП начинаются с полмиллиона, на юридическое лицо и на ИП, то адекватность повышается. Алла подключилась, можно прокомментировать. Да, звук есть, Алла, пожалуйста. Добрый день, коллеги, слышно? Да. Слышно меня? Да, заместитель главы администрации городского округа Богданович Ковстанова Алла Николаевна, меня зовут. За прошедшие два месяца мы организовали 57 рейдов на сегодняшний момент по торговым точкам. Около 100 организаций как раз-таки вошли в письма в адрес Роспотребнадзора. Роспотребнадзора были проверки, ну где-то процентов 10, наверное, в процентах 10 были установлены в итоге нарушения, ну и, соответственно, предупреждения, либо предписания уже получили, а два предприятия получили штрафом. На самом деле надо сказать, что предприниматели понимают ситуацию, то есть большинство понимают, разделяют все эти требования, которые Роспотребнадзор предъявляет. Очень помогают в разъяснении, безусловно, те самые наставники, которые у нас есть, и которые реально работают, и которые реально способны донести до своих коллекций или иные требования. Нарушения в основном связаны с личностями продавцов и так далее, которые почему-то в какой-то момент решают, что им не дышится в маске, и в этот момент заходит с рейдом отдел экономики, либо что-то еще. Не могу сказать, что их много, у нас порядка 700 торговых точек, точек общественного питания, точек, оказывающих услуги. Ну вот в этом вот масштабе я считаю, что большинство, в принципе, в рамках существующего законодательства. Да, то есть видим, что адекватная и разъяснительная работа приносит результаты. Да, да, это так. Ну, опять же, возвращаясь к тем постулатам, которые мы для себя по итогам вот этих вот уже времени работы, это снижение скорости, то есть повышение скорости ответов на запросы. И это, пожалуй, одно из ключевых и важных, потому как нормативные документы меняются достаточно быстро. И здесь у нас на самом деле, ну, я думаю, это не ново, у коллег у всех это есть, на сайте у нас сделана муниципалитет отдельная вкладка коронавирус, где мы туда прицепляем все нормативные документы, которые выходят в свет, но и при этом мы параллельно их дублируем сразу во все чаты. Как только мы получаем новое письмо, независимое от времени суток, мы его сразу же выкладываем в группу и просим, если есть там непонятные и спорные вопросы, комментировать руководителя Роспотребнадзора по нашей территории, чтобы он мог прокомментировать. Ребята, там непонятно написана вот эта фраза. Да, нет, потанцуем, работаем, не работаем, что можно, что нельзя. И, ну, отдельные слова благодарности нашему Сергею Фифилову, который производит вот эти вот комментарии и, конечно, нападки со стороны предпринимательского с того, что первое время были достаточно серьезны. Сейчас хорошо выстроена работа, позволяет четкий вопрос, четкий ответ. И мы, как бы ни странно звучит это, среди предпринимателей тоже появились боты, которые в чатах начали заниматься не тем, для чего создан этот чат. Поэтому особо реяных и непонимаемых в первом этапе даже приходилось отключать, потому что там не было конструктива. То есть это тоже важно, на это тоже нужно обращать внимание. То есть нужно четко модерировать. И тут поддержка фонда и поддержка тех администраторов, и Аллы Николаевны, и тех людей, которые четко следят за этим со всем, дает свои результаты. То есть мы сейчас вопрос такой, дайте четкую обратную связь по этапам выхода из пандемии, первый, второй, третий. Мы получаем документ и с этим документом отрабатываем уже с Роспотребнадзором, проговариваем этапность выхода, то, о чем мы делали в майские праздники. Уже в майские праздники мы обсуждали первый, второй, третий этап выхода городского округа и будущую историю. Да, мы с учетом специфики муниципалитета и специфики торговых центров, мы дописали ту федеральную историю и попросили обратить внимание, что разрешить возможность на первом этапе работать вот это, на первом этапе выходить на открытые площадки и заниматься спортом. То есть то, о чем мы попросили на первом этапе, чтобы это было разрешено, и в результате мы получили указ губернатора, который позволил нам с 13 мая на открытых плоскостных сооружениях с соблюдением межсоциальной ответственности заниматься не спортом, а оздоравливаться, так скажем. То есть вот это реальный результат, который дает свои плоды. Спасибо большое, Павел. У нас вот еще есть два вопроса. Я зачитаю. Вопрос от Екатерины Белых. 26 мая, День российского предпринимательства. Подскажите, какие мероприятия вы готовите для бизнеса? Интересует и сфера туротрасли. Как сейчас вы поддерживаете бизнес данной отрасли? По туротрасли лучший вопрос, конечно, прокомментирует Алла Николаевна, потому что у нас, к сожалению, это зона для улучшений в будущих периодах, и мы для себя уже ставим вопрос о том, что внешнего туризма будет в этом году несколько меньше, и плановая проработка вопроса с внутренним туризмом на сегодняшний день уже идет. Да, не быстро, но этот вопрос уже задан. По предпринимательству, мы на самом деле этот вопрос задали им. Ребята, как будут проводить день предпринимательства? Поэтому, Алла Николаевна, прокомментируйте, пожалуйста, лучше. Мы на самом деле до последнего надеялись, что к 26-му все-таки массовые мероприятия будут разрешены, но сейчас все более или менее ясно, что вряд ли это произойдет, поэтому мы уводим историю празднования Дня российского предпринимательства также в онлайн. Будем в Зуме, в Зум-конференции, петь песни, рассказывать истории, награждать друг друга, благодарить за работу в течение года, ну и вот как-то так. Но, безусловно, вот эта неделя, которая приурочена к Дню российского предпринимательства, сейчас идет в формате там веб-конференции, в формате семинаров актуальных, то есть вот в таком виде мы эту неделю российского предпринимательства проводим и проведем еще. Что касается туризма, ну понятно, что надо ожидать нам с нашими достаточно такими привлекательными достопримечательностями, которые на территории городского округа Богданович располагаются, например, Уральский Марс так называемый, это точки, связанные с агротуризмом, с сельским туризмом. Мы сейчас вовсю готовимся к наплыву, к приему туристов предстоящим летом, готовим места размещения, продумываем новые туристические маршруты привлекательные, потому что мы, правда, надеемся, что вот сфера внутреннего туризма в этом году как никогда будет востребована. Я думаю, тут, Мария, на самом деле есть смысл отдельную зум-конференцию посвятить как раз внутреннему туризму, потому что на самом деле в каждой территории, я уверен просто, что в каждой территории есть свои фишки, на которые люди пленут. Например, мы были приятно удивлены, что у нас есть там одно из мест водохранилища, где мы неожиданно провели чемпионат Сырловской области по рыбной ловле, и приятно удивились, что люди два года подбирали ключик для того, чтобы ловить карпов на этом водохранилище. И люди, которые чемпионы России по ловле по карпфишингу, два года не могли поймать. Но потом, когда они открыли, ну, собственно, подобрали этот ключик к рыбе, они трое суток беспрерывно ловили, и для понимания, за трое суток они поймали 188 килограммов карпов. Это примерно... 16 килограмм самый большой был. Больше 20 особей. Но у них же поймал отпусти, и самая большая рыбина, которую они поймали, это была 16200. То есть чуть ли не рекорд Сырловской области по, естественно, выращенному карпу в природных условиях. И это был просто такой... Для них, для самих был это шок, о том, что вот, при этом, там дорога асфальтирована до самого места рыбалки, там двух... там комфортная зона отдыха, можно с женой приехать, с детьми приехать. То есть не надо говорить о том, что там рыбалка, это мужики, где водку пьют. А это, собственно, культурный отдых, который позволяет получить удовольствие для всех, собственно, заинтересованных сторон. Самое важное для семей. В пользу и случаем... Ага, Марин, извините, хотелось бы коллег пригласить в гости. Городской округ Богданович, Сырловская область вас ждет всегда. Это и природный туризм, это и неповторимые ландшафты. Вот я уже сказала про Уральский Марс, вы можете погуглить, посмотреть, это просто непередаваемое ощущение, классные фотографии. Это наш форум отцов, который пройдет этим летом, я очень надеюсь. Это масштабное мероприятие, которое соберет отцов Сверловской области. Ну, мы, конечно, ждем всех российских отцов к нам в гости, где будет большой масштабный семейный фестиваль. Ну, и я думаю, что есть смысл благодаря Всероссийскому конгрессу муниципальных образований связь поддерживать, ну, и вот такими успешными практиками и возможностями как-то отменим. Вот мы с Андреем Крыловым как раз обсуждали будущие темы возможных конференций, и тема внутреннего туризма, Андрей, у нас тоже стоит в расписании, правильно? Да. Да, да, и даже интересно, завтра именно я провожу такую конференцию в Институте туризма и сервиса. Могу поделиться тоже записью, и мы можем, ну, именно по тому, как это делают муниципалитеты. По своей линии это распространено. Андрей, Андрей, говори. Да, 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 да. Одна из следующих конференций мы сделаем анонс, это будет посвящена именно удаленной работе ОМЦУ вот в этой ситуации, прям конкретным инструментом. Коллеги, вот у нас еще два вопроса, извини, пожалуйста, Андрей, перебила, не расслышала все сразу. Коллеги, у нас еще есть два вопроса из Иркутской области, Павел. Спрашивают Нина Новикова из рабочего поселка Куйту, как все-таки налажена работа общественного питания у вас, так как у нас тоже федеральная трасса проходит? У нас общественное питание 100% на вынос. При этом, еще раз, мы создали, ну, вы видели, я вам показывал, да, то есть есть отдельное направление, это точки питания, мы составили список этих точек питания раз, и плюс они в режиме доставки организовывали, собственно, выездную торговлю, ну, не выездную, нельзя так называть, выездную торговлю, то есть доставку, блюд. И вот я езжу специально по городу, сам лично проезжаю, смотрю, это и суши, и роллы, и горячие обеды, начиная от питания волонтеров, которые обеспечат у нас жителей 65+, которые установлены у нас, что они находятся на самоизоляции дома. И так далее, и так далее. Поэтому здесь, если наш опыт, наш опыт – это прием заявок и доставка всеми доступными способами до жителей. И вот еще один вопрос есть, очень острый, он не только для Сибири, а вообще для всей России острейший. Идет тоже от Нины Новиковой. Идет сезон посадки у нас в Сибири. Как у вас была организована продажа саженцев, овощных и плодовых культур? Ну, мы, к сожалению, не позволили проведение массовой ярмарки, потому что, к сожалению, на тот момент был подъем по заболеваемости. Она у нас запланирована была вообще, на самом деле, на 28 мая. Мы ждем, не дождемся, что, возможно, нам тут на ближайшие дни отдадут возможность собираться больше трех. И тогда мы, с учетом социального дистанцирования, эту ярмарку еще пока не поздно организуем. Да, это больной вопрос. Но следует отметить, что у нас в этом году уникальная ситуация по сельскому хозяйству. Природа идет примерно с опережением плюс две недели вперед. В отношении даже среднеаналогичного периода прошлого года и предыдущих среднестатистических периодов. И часть хозяйств у нас уже отсадились полностью. То есть они полностью отсеялись. Если посмотреть, то у нас процентов, наверное, аккуратно скажу, процентов 80 хозяйств уже отсеялись полностью. Спасибо большое. Андрей, может быть, ты сейчас вкратце расскажешь о планируемых наших конференциях? Да. Давайте попробую, если интернет позволит. Вот мы планируем какие темы. Уже 22-го мы планируем тему как раз по электронным дистанционным инструментам работы органов местного самоуправления. Дмитрий Юнусов, глава Тутаевского района Ярославской области, вот об этом расскажет. Также мы планируем 10. Мы планируем такие темы как бюджетирование в муниципалитете Сургутский район. Андрей Трубецкой, глава, будет рассказывать. Мы планируем про внутренний туризм отдельную тему. Это на примере Малой Пурги, ну все вот знают Бурановских бабушек, ну и там ряд других достопримечательностей, что делается в Адмуртии. Тоже с главом муниципалитета Сергеем Юриным будем говорить. И еще вот ряд конференций, мы планируем их делать по вторник и, соответственно, пятница. Да, вторник и пятница, вот в районе 10 московского времени. Подумаем, что участников, наверное, потому что видим, что не все успели войти, но мы бы делаем запись, и она будет тоже разослана. Также, как и мы тех глав, кто готов выступить, тоже можно присоединиться за эту тему. И просим, как здесь Павла благодарим, и просим поделиться материалами, которыми возможно поделиться. Особенно вот то, что я услышал, Татанский район на Кемеровской области, тоже, наверное, будет об этом рассказывать. Очень больная тема, как организовать вот эту площадку совместную электронную маркетингу, то, что называется. Как сделать так, чтобы туда пришли не только даже бизнес, но и сами жители, и вот стимулировать тем самым разным московским. Как вот, это очень больно, сложный вопрос, у каждого есть здесь свои наработки, и вот это очень полезно было бы делиться. Ну вот, вкратце, это тема, которая нас ждет. Спасибо участникам, что пришли. Спасибо, приветствую. Марина, можно еще два фразы? Две фразы буквально. Я немножко упустил, и обращаюсь, но я думаю, что главы это все знают, но вот еще важно обратить внимание на те муниципалитеты, у которых промышленность работает, и где идет большой машинопоток. И вот мы с советом директоров отдельно отработали историю доставки материалов и отгрузка готовой продукции по конкретному предприятию. То есть они сделали по факту это бесконтактным способом. То есть каждый дальнобойщик, приезжающий, либо под загрузку, либо под выгрузку, бесконтактно получал индивидуальные средства для обработки рук, перчатку и маски. Маску и перчатки для того, чтобы не было контакта вообще, в принципе, с работниками предприятия, чтобы исключить завозную инфекцию. И прошу обратить еще внимание, коллеги, с чем мы столкнулись, и это один из запросов бизнеса, который решился в течение нескольких минут, это медосмотры для декретированных работников. Рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, что санкнижки закончатся, и срок действия их приходит к завершению, а больницы могут быть в этот момент находиться в режиме ограниченных работ. Поэтому здесь вопрос решился, собственно, с ТРБ в течение нескольких минут. Мы просто отрегулировали вопрос и дали возможность людям, даже при условиях ограничений, работать, получать продление этих книжек. То есть вот два вопроса, на которых спросил, просто если кому-то пандемия пришла чуть позже, обратите внимание, что вы можете столкнуться с этими вопросами. Коллеги, я тогда, если позволите, Андрей Павлов, в завершении скажу пару слов буквально. Немного по работе Конгресса. Конгресс по поручению президента нашей организации, депутата Думы, Госдумы, Кедяю Виктора Борисовича проводил мониторинг по участию муниципальных образований в борьбе против коронавируса. И вот то, о чем сегодня мы говорили с Павлом, во многом отражено в нашем мониторинге проблемы и возможные варианты решений. Мы также обращали особое внимание именно на дистанционные возможности работы для муниципалитетов. Это проведение публичных слушаний, это заседания муниципальных представительных органов. И в этой части мы уже прорабатываем совместно с депутатами Государственной Думы, которые входят в состав Общероссийского конгресса муниципальных образований. И еще такой момент хочу сказать, что мы всегда говорим про то, что местная власть, ее преимущество и отличительная особенность в том, что она самая приближенная к населению власть, до которой можно дотянуться рукой. И вот на примере городского округа Богданович мы видим прекрасно, что у нас все муниципалитеты России находятся, абсолютное большинство находятся в стесненных обстоятельствах, но тем не менее, благодаря своей системной работе с населением, фактически мы видим, что власть доходит до каждого человека и с каждым говорит. Мы видим, какие отличные бывают результаты. Поэтому, Павел Александрович, спасибо вам огромное. Коллеги, которые присутствовали на конференции, спасибо за то, что были с нами. И если у вас есть какие-то вопросы, какие-то пожелания, вы пишите либо в свои советы муниципальных образований региональные, либо можете писать напрямую в Конгресс муниципальных образований. У нас на нашем сайте есть наш электронный адрес, и мы будем стараться отрабатывать ваши пожелания. Коллеги, спасибо большое еще раз всем. Спасибо большое. Вот Андрей что-то хотел сказать, но опять вылетела связь. Коллеги, я думаю, что если у вас какие-то вопросы будут еще к Павлу, то вы можете присылать. Если понадобится, мы еще можем что-то организовать, какую-то подобную встречу, если это нужно будет. Пожалуй, я во всех социальных сетях зарегистрирован, поэтому если есть там вопрос, который вы по своей природной скромности не задали или он появился чуть позже, можете напрямую писать. Я практически всегда в сети, только если на видеоконференции с губернатором, поэтому готов в режиме реального времени поделиться всем тем, что нам удалось наработать за этот промежуток времени. Ну и в принципе всегда готов к диалогу, если у вас есть более лучшие практики, готовы применить и использовать на своем муниципалитете с удовольствием. Если что-то не так, если вдруг кого-то там обидел, прошу прощения. Коллеги, вот здесь частый вопрос, где можно запись посмотреть. Раз пять, наверное, этот вопрос звучал. Коллеги, смотрите, во-первых, мы эту запись распространим через наши советы муниципальных образований. И советы, соответственно, ваши региональные, они уже направят верно всем своим муниципалитетам. Потом, у нас есть в Фейсбуке наша страничка, вообще Российский конгресс муниципальных образований, мы там эту запись выложим. И я думаю, что вот Андрей, наш коллега, он в своей группе, да, Андрей, по развитию территории тоже эту запись опубликует. Так что я думаю, что проблем с этим у нас не будет. Да, максимально постараемся распространить, вот действительно в советы перешлем, кто есть в Фейсбуке, там есть страничка АКМО и, собственно, вот моя страничка развития территории тоже. Вот на нее я как раз скину ссылку на то, что сделал конгресс на мониторинг, о котором сейчас Марина говорила. Да, и коллеги, пожалуй, все, да, на сегодня мы закончили, это наш первый такой опыт конгресса, мы провели такую первую встречу, я думаю, что встреча прошла очень содержательно и думаю, что дальше мы продолжим в таком же формате. Еще раз повторяю, присылайте свои пожелания по тематикам, мы будем стараться, приглашая таких же интересных людей, как Павел Александрович Мартьянов, для беседы, для того, чтобы поделиться опытом. Спасибо, коллеги, спасибо, всего доброго. Спасибо, всем удачи, берегите себя и свои коллективы. Всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.